Балаковские предприятия создали единый штаб по борьбе с распространением коронавируса на территории нашего района. Руководители обеспокоены тем, что производство из-за пандемии может остановиться, а этого допускать никак нельзя. Руководство компании «Фусагра», к примеру, выступает за применение жёстких мер и ограничений в городах своего присутствия, в том числе и в Балакове, где так много крупных предприятий различных отраслей. Большинство из них перешли на особый режим работы, поскольку снижать производственные показатели нельзя. Директор Балаковского филиала АО «Апатит» Андрей Шибнев каждый день на рабочем месте. Мы проводим на режиме удалённой работы с доступом, но тем не менее все совещания, которые у нас плановые, мы проводим либо в режиме скайп, либо в режиме телефонной конференции. Предприятие в принципе работает в штатном режиме, каких-то проблем производственного характера у нас нет. По словам Андрея Шибнева, с середины прошлого месяца сотрудников Балаковского филиала АО «Апатит» начали выводить на удалённый режим работы, то есть из дома. А в соответствии с указом президента, эта неделя стала выходной для всего непроизводственного состава предприятия. На территории предприятия организовано постоянный мониторинг термометрии, то есть люди, приходя на работу, проходят в первую очередь осмотр на наличие температуры. Если люди такие выявляются, то направляются домой на изоляцию. К счастью, таких людей у нас практически нету. Люди относятся с пониманием к установленным порядкам. Также у нас дополнительно установлены и транспортные средства, и на рабочих местах диспенсеры с дезинфицирующим раствором для обработки рук. Ограничена работа нашего ФОКа, он вообще закрыт для посещения, для того, чтобы люди максимально не пересекались. Могу уверенно сказать, что сегодня, благодаря этим введённым ограничениям, работник, находясь у нас на территории предприятия, находятся в гораздо более защищённом режиме, чем за периметром предприятия. Принимаемые меры вынуждены, но ФОСАГРа уверены, что они могли бы быть ещё жёстче. Города, в которых работают предприятия группы, следует закрыть, считает генеральный директор ФОСАГРа Андрей Гурьев. На днях он заявил, что поддерживает введение руководителями Мурманской, Вологодской и Ленинградской областей карантинных мер и очень рассчитывает на то, что в Балакове произойдёт то же самое. Директор Балаковского филиала АО «Апатит» Андрей Шибнев пояснил, почему химики считают эту меру необходимой. «За прошлый год мы отправили 22 тысяч тонн продукции нашим саратовским аграриям. И могу сказать, что, например, по опыту работы января-фюраля, у нас практически 80-90% наших продукций отправляется именно на внутренний рынок, именно на наши российские потребители. Я считаю, что остановка нашего предприятия крайне негативно может сказаться. Наша основная сейчас задача – это обеспечить работу нашего предприятия в нормальном штатном рабочем режиме. Пока, к счастью, нам это удаётся». Предприятие «Фосагра» – высокотехнологичное производство с круглосуточным режимом работы из рядом критичных к остановке технологических циклов. Такие предприятия сложно остановить, но гораздо сложнее впоследствии запустить и вывести на проектные мощности. От их работы очень многое зависит. Поступление налогов в бюджеты различных уровней, валюты в экономику и бюджет России. И таких предприятий в Балаковском районе достаточно много. Поэтому их руководители и организовали штаб, первое заседание которого прошло в интернет-режиме. «Решили сейчас небольшую сделать так называемую перекличку по поводу тех мероприятий, как организован непосредственный принцип работы на предприятиях». На связь вышли директора всех крупных предприятий и рассказали, какие меры предосторожности введены для сотрудников. Так руководитель вагоностроительного завода и Балакова Центролита пояснил, что работа у них полностью прекращена. «Людей на предприятии нет рабочего персонала, ходит только дежурная служба, это там до 10 человек смену поддерживающиеся отопление, электрики и газ. Дежурная служба, больше никого на заводе нет». «А с печкой что у вас?» «Печа остановлена». «Печа остановлена? А сколько надо будет времени для того, чтобы ее запустить потом?» «Ну это не очень большая проблема, то есть смена». Филиал Абинского металлургического завода рассказал, что их предприятие работает в соответствии с новыми требованиями. «Непрерывный цикл производства как организован. Непрерывно, а также в прежнем режиме. С дополнительными требованиями, а также в полетарной технологической обстановке». Саратовская ГЭС готовится к паводку, поэтому на дистанционную работу переведен в основном только административно-управленческий персонал. «58 человек, что составляет 80% административно-управленческого персонала, находятся на удаленном доступе уже вторую неделю. Все люди обеспечены оргтехникой. На КПП установлен тепловизор, бесконтактный термометр. Все сотрудники из Саратовской ГЭС и подрядных организаций проходят через КПП только после проверки на температуру». В нашем городе на данный момент нет официально зарегистрированных случаев заражения. Но штаб директоров работает на опережение. На предприятиях трудятся тысячи балаковцев, с которыми контактируют их семьи, друзья, знакомые. И только серьёзные меры предосторожности помогут избежать последствий пандемии.